Итак, небольшой ролик о том, как искать информацию в файлах. Мартас Юрьевич, оцените мой энтузиазм. Мой компьютер сегодня претерпел второй файл в кофе. Так, у нас есть папка «Тысячи имен вишну». Здесь больше ста файлов с разнообразнейшей литературой. На самом деле на моем жестком диске их гораздо больше. В прошлый раз мы искали на Аллу. Теперь покажу, как искать Домаянти. Я для удобства храню еще эту папку с литературой на жестком диске. Здесь проще искать. Я в проводнике выбираю нужную мне папку. В правом верхнем углу есть поиск в папке «Литература». Здесь я могу забить либо латиницей, либо кириллицей нужное нам слово. Я забью Домаянти сначала латиницей. Посмотрим, что мне найдет латиница. Итак, имя Домаянти. Это же окошко можно вызвать Ctrl-F. Я сейчас покажу, как пользоваться Ctrl-F внутри файла. Я сменила раскладку на английскую. Он пока проанализирует всю литературу у меня на диске. Ну и, кстати, можно пока залезть в Гонду. Как копировать слова? Ставим курсор в строку. Нажимаем сначала Ctrl-A. Это выделить все. Потом нажимаем Ctrl-C. Это скопировать все. Потом мы заходим, например, в Гонду. Открываю файл Гонды. Вот здесь я нажимаю Ctrl-F. Вызываю поисковое окошко. И сюда я нажимаю внутри. Можно руками набить Домаянти или любое искомое слово. Можно воспользоваться Ctrl-V. Поскольку раньше я скопировала Домаянти, то ставится у меня именно это имя. И посмотрим, что пишет Гонда про Домаянти. И вот у меня подсветка высветила, что да, он что-то писал про Домаянти. Если вы не владеете английским языком, что делать? Можно вызвать любую программу, которая делает скриншоты. Я возьму небольшой кусочек этого текста. Открываю файл. Например, я открою файлик. Открою файл. Верни программку OSR. Моя любимая программка. Вставляю в себя скопированный фрагмент. Картинку. Он распознает текст. Он распознает санскрита, с немецкого, с французского, с английского, с русского. Идеальная программка. Очень часто я ее пользуюсь. Бесплатная онлайн. Для всех. Так, пока он распознает. Я открою переводчик. Например, Dipple можно открыть. Вот у нас распознался текст. Я опять его выделяю. Ctrl-A. Копирую. Ctrl-C. Вставляю. Ctrl-V. Распознано как английский. Выставлен перевод на русский. Вот вам, пожалуйста, фрагмент перевода на русский язык. Для тех, кто не владеет иностранными языками. Так, что у нас здесь было про Дамаянти? Ну, да. Дамаянти как прославленные. Шейм от Дайманти. Посмотрим, что у нас еще. Так, где у меня этот файлик? Так, что у меня еще предлагают? Индийская философия. Манускрипты. Гонда. Гонда. Индийская философия. Что нам пишут про Дамаянти? Открываем файл. Открывайся. Иногда долго думай. Так. Набираем Дамаянти. У нас целая на 512 странице. Целая статья Дам... Ну, нет, не статья. Упоминается Дамаянти. Давайте еще раз наберем, например, кириллицы Дамаянти. Ищем, что тут написано про Дамаянти. О! Упоминается сказание о Налии Дамаянти в статье про Махабхуты. А, про Махабхарату. Ну, да. Налии Дамаянти – одна из притч, включенных в состав Махабхараты. Собственно, это все, что здесь упоминается. Хорошо. Покидаем этот файлик. Посмотрим, что у нас есть еще. Гонда. Манускрипты. Гонда. Грамматика. Так. А это у меня чего такое? О! Еще какая-то интересная книжечка. Я не помню, что это. Так. Дамаянти. Посмотрим. А, ну, собственно, пожалуйста, вот вам несколько историй из Махабхараты. Про Вишвамитру, про Раму и Ситу, про Прохладу, вот про Савитри, про Нала и Дамаянти. Ну, это не то, что нам надо. Пересказ Нала и Дамаянти. Ну, тут много будет про Дамаянти. Понятно. Пересказ нам не интересен. Закрываем этот файл. И ничего нам тут пока не находится. Долго ищется. У меня там под 200 книг. Поэтому долго ищется. А, вот. Маламут из Печ Мир. Хорошая книжечка. Посмотрим, что у нас там. Открывайся. Вы можете в таком же ритме искать не только на латинице, но и на кириллице. Конечно, есть определенный перечень литературы, которая только этимологическая, только лингвистическая, ограничена этой тематикой. Есть литература, естественно, мифы, сказания. Дамаянти. Ну, вот, что у нас получается. Навыдамаянти. А вот тут как раз боги не отбрасывают тени статья. И тут вот тоже некоторые нюансы про Дамаянти. Вот это уже может быть интересно вам в ваших изысканиях, когда меня нет. Что же там происходило? Потому что здесь идет анализ не только самой притчи, но и что же там происходило с пантеоном богов. Да, это будет интересненько почитать. Кстати, можно было искать не полотенец, а просто кириллицами братими Дамаянти. И вы выпадите в интересный анализ того, что же там происходило. Да, тут, кстати, была интересная история о том, как Дамаянти произнесла ритуальную фразу типа мантры, которая позволила ей определить, кто боги, которые замаскировались под Нала, а кто настоящий Нала. Вот про санскрит. Вот, какую фразу она использовала, чтобы определить истину. Это здесь написано как раз вот в этой статье «Боги не отбрасывают тени». Так что здесь будет интересно почитать. Таким образом, я и произвожу поиск в файлах. Что у нас здесь еще сахар, да? Здесь, скорее всего, будет на русском языке. Хотя что-то показала, ой, ошибочка. Не найдено. Хорошо. Идем на латиницу. «Дамаянти». «Дамаянти» в сносках. Ничего конкретного, но в сносках указано. Вот. В общем, горячие клавиши. «Контрол-С», «Контрол-В», «Контрол-Ф» поиск. «Контрол-А» выделить. Все. Это ваши первые помощники. Что еще можно сделать, если вы хотите поискать в Кеве? Мы открываем Кеву. Ждем, пока она загрузится. Здесь, естественно, это все гораздо проще на компьютере все эти операции проводить. Здесь пользуемся всеми теми же клавишами. Вызываем поисковую строку «Контрол-Ф» нажимаем. А, что-то я тут уже искала. Используемся формулой Марца Юрьевича. Наберем «Нала». Нажимаем «Ввод». А, не до конца еще догрузился страничка. Вот у нас было имя собственного «Нала». То, что я на прошлом вводном занятии присылала статью. Вот он загрузился. Здесь тоже самое выделяем, если мы не читаем по-немецки, по-английски. Скриншотом любой программкой пользуйтесь. Выделяем кусочек текста. Идем в программку «Распознавание текстов». Вставляем. Вставляем. Если у вас нет терпения подождать, пока Марта Юрьевич переведет с немецкого. Вставляем. Ждет, пока переведет. И вся та же процедура. В переводчик. И наслаждаемся. Переводись. Домаянца там, кстати, нет. Скорее всего. Так. Домаянца. 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 Ну-ка. Здесь домаянца. Нету. Но зато, если вы выясните, от какого корня произошла Домаянца, вы сможете воспользоваться поиском этого корня. Возможно, что-нибудь еще интересное про Домаянца узнаете. Итак. У нас распознавание текста случилось. Мы его копируем. Вставляем в переводчик. Ждем перевод. С немецкого. Распознанно. И вот здесь как раз те самые этимологии, которые мы обсуждали на водном занятии. Труба. Тростник бамбуковый. Отсылка к дравидийскому. Ну да. Цепанала хороший человек. Хороший, красивый. Поскольку тамильская, имеющая дравидийские корни, доброта, красота, добродетели, слава. Это поприятнее, чем пустобрек и... Какая у нас была песенка? Простой бамбук. Вот. Таким образом я осуществляю поиск не только в файлах, но и на страничке с этимологическим словарем с келой. Вот так. Пользуйтесь. Удачи!